всем добро времени суток в общем посидев немного с моделями я вам расскажу про rigidbody то есть static мышь если у вас например коллизии не хочет нормально выводить и получается маленький можно делать все при помощи rigidbody вот у меня два rigidbody с нормальной коллизией то есть он автоматически поставил коллизию так как мне надо было по размеру но этот размер я вам сейчас покажу где будет указываться не в префабах а заходим в браузер модель вот у нас например в браузер модели есть столб столб этот маленький нам надо сделать его не маленький а большой ну как с дерево скажем нажимаем inspect мы видим нашу модель можно посмотреть ее со всех сторон здесь в этом редакторе и модели можно создавать анимацию если она имеется в модели точки соединения можно добавлять то есть специальный точек у вас что-то будет крепиться и редактировать геометрию так вот здесь мы видим что можно редактировать геометрию ничего не видно так вернемся сюда выберем куба вот у нас куб выделен мы видим что у него сейчас размер растянуто 212121 мы сделаем например 500 500 пауровская башня у нас 500 здесь нажмем сохранить то есть чтобы здесь картинка сохранилась и вот здесь внизу save node mesh мы сохраним все эти вот настройки нашего нода который будем использовать в сцене возвращаемся в класс нажимаем создать редитподи выбираем нашу модель модель вот она нажимаем open так я надо поставить подальше вот сюда будет пошли основа большая так ставим она у нас уже ригит будет то есть она уже должна быть с физикой да уже физикой есть не ведь это физическая модель полностью тот размер который мы указали в настройках нодов крыльт выбираем выбираем модель делаем ее физической чтоб можно было если я сейчас буду передвигать модель физика будет стоять на месте в этом то проблема здесь ставим что вес у него вверх 250 килограмм будет сохраняем нажимаем тепли она у нас падает видим вставок это объекта и верим это не падает совсем стоит стоит она за счет той формы которые в принципе создал тут очень интересный вес распределяется то есть форму вот это вот не дает ей пасть поэтому она не получилось как ванька встанька большинство веса в нее как-то очень интересно распределено ну форма так ладно это одно другое если вам надо чтобы модель не было не ригит боди то есть не шевелилась внизу есть такая штука кинематик нажимаем кинематик и ее уже ничего не сдвинет с места кроме вас сейчас марта запустим проверим нажмем здесь и play и сохранить проект запустить а смотрим так как у нас наш объект вырос пустанова увеличили такая будка получилась коллизия очень большая здесь сидящих это там у нас на острове типом маяка получилось так что у нас на острове типом маяка вырос пустанова и вот вам еще одна идея для игры капитан мимо добрались мы до нашей статуи. Коллизия у нее по всему параметру, как квадрат. То есть квадратная коллизия. У Риги Боди не ставится коллизия по мыши. Здесь можно было конечно уменьшить, но она не уменьшится. То есть она будет ровно с фигуру модели. В принципе для игры это вполне может сойти. Наш модель. Смотрим, что с ней не так. И у нас снял. Вот что с ней не так. Это физическая модель. Бокс надо было убрать. Эту лампу тоже убрать. Так, это бокс. У нас без физики. У нас он добавляет 10кг. И что? Глючный, да? Ну да, он у меня глючный. Почему-то массу не хочет давать. Идет, долг массу, вот все. Падает этот ящик. Так, проверим. Видеть будет, в принципе работает, отлично здесь физика. Но она работает на простые объекты. Так, с физикой конечно надо настраивать. Почему-то странно. В общем-то это я и хотел сказать, что редактировать ваши объекты вы можете вот в этой браузер модели. Изменять их. Так, добавлять их нельзя. Здесь можно только их редактировать. Вы нажимаете, редактируете, выбираете ПКУК. Ну то есть то, что у нас было в начале название, можно изменить название. Сейчас у нас стоит в скале 344, 44, 44. Надо сделать вот Reset XForm. То есть он скинет всего одного. Так, сохранять это не будем. Намного 200 не будем сделать. 200, 200. В общем, можно будет скинет. Возвращаемся на сцену. У нас кто-то должен был подрасти. Возвращаемся на сцену. У нас создать наш RIGET Body. Модель. И вот мы создали гиганта. Даже не знаю, куда его отправить, но он точно здесь нам не понадобится. Возвращаемся на сцену. Так, увеличить скорость. Еще одно. Все они без физики. Если нам надо добавить и физику, мы там ставим Call Mesh. Так. И... Сохранить. Посмотрите, что получилось. Да. Вот такие башни у нас получились. но не по-моему без физики совсем физику не поставил то есть можно типа таким образом увеличивать объекты можно увеличивать при помощи здесь прям сцене если коллизия так сильно не нужно а если вы увеличиваете через ноды то коллизия будет соответствовать тому размеру который там указан но коллизии только в любит более мышь будет всегда оставаться к таким какой он есть за пределы нашего леса жуткого еще раз говорю движок съедает очень крупные объекты любые спокойно не пьется даже не подавится я загружал очень высокополигональные объекты там было более десяти двадцати тысяч полигонов все-таки коллизию поставил ну да все-таки уперся я пустоту которая начинается по верхней границе вниз наш кубик принципе можно таким образом создавать объекты если время в из коллизии можно запариться сделать на какой-то объект один квадратик и уменьшить его до нужных размеров для его дмс и скрыть его скрывать объекты с кубик таким образом то есть это у нас на вере есть этот коллизии гигантская мы можем здесь указать лизы был параметр так вот это был здесь параметр как нас не установлено так 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 소� DeepMond он из Wayne который здесь он видны так там прикматр Lightning видео фейса вторая продлесса такое Вот, например, мы создаем форму нашего коллайдера. Переходим сюда, делаем cool tip, коллайд, у нас там маленькая коллайд появилась, вот этот димс, увеличиваем на сколько нам его надо, например, вот он димс, вообще маленький, 22, 50, 180, 50, так смотрим, как он выглядит. Там надо сделать ее по, например, внутренней вот этой границе, да, чтобы поменьше ставим его димс, димс, например, вверх, минус 50, еще давай, минус 100, отлично, минус 100. Вот у нас появился объект с коллизией, который нам надо, например, замутить на какой-нибудь объект, где у нас объект это вообще. То есть один объект мы оставляем без коллизии, а ему создаем коллизию в виде квадратиков, шариков, цилиндров там. То есть можно коллизию полностью создать при помощи объектов. Так, 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 почти приехали. Ну, помню, туда приехали. Так, пульвить кнопку F, чтобы у нас передвинулась, вот у нас есть, например, неправильная коллизия объекта, да. Передвигаем его на него. Так, смотрим, как мы в ствол. Что-то вернуть. По-моему, не делаем, не сослась. Теперь у второго объекта. Так, у первого. У второго объекта просто включаем Cool Mesh. Коллайдер, вернее, коллайдер. Так, вот здесь. А, у нас Rigid Body. У него не отключится. Так, тогда придется включить вот этого. Коллайдер. У него коллайдер пропал. Его можно растянуть до нужных размеров, как нам надо, например. Что за бешеная скорость? При желании можно создать любую коллизию. Не обязательно прям там ждать, пока автор все исправится. Можно делать при желании. Если вы хотите создавать Y. Конечно, можно при помощи топора и ножа это все там, как говорится, обтесать. Ну, вот один из способов я показываю, как можно создать коллизию для объектов, которые вам вот прям нужно, чтобы они сталкивались по форме. А, я вот, например, сделал такой столб большой наверху. Коллизия не будет у меня. Поставлю его сюда. Этот столб передвину на него. То есть его коллизия сейчас находится на этом объекте. Ну, она маленькая, конечно. Объект я просто выключаю, вызываю. Еще не такой. Вот он. Ну, теперь объекта нет, но есть его коллизия. Объект можно включать и включать также при помощи кода. Также здесь DIMS сейчас немного по растению. 20, что-то мало будет. 20, наверное. 20 здесь. 20. 20. Так, чуть-чуть. Так. Склизи немножко тут сложновато, то, что ее не видно, как она центруется. То есть это все на глаз делается. 30. Здесь охраняем лепой. все сохраняем, сохраняем проект, теперь нам надо большой предпоследний ванн стоит, то есть я ему могу полностью внутренними объектами, это все можно подогнать при желании как надо. Сохранить, сохранить проект. По коллизиям я объяснил, по физическим телам я объяснил. В примере стены конечно не делайте, давайте сделаем из нее стену, например у нас тут будет стена. Да, над объектами можно вздеваться как хотите, вот такая стена будет, еще и веру стену можно нацепить. А, для объекта можно, я покажу, стаковать, да? Вот так вот, Ctrl-C, никаких швов не будет. Ctrl-C, очень похоже на Vox. Берем наш объект, так, включаем его пока, чтобы видно было как он выглядит. Не надо его повернуть, потому что будет. Так, отлично, объект стоит 200. Фильмалдинс, сейчас расстелим, вздеваем его на стену. Ну и везде у нас. Вот высота, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта у нас в швейну придет. Да. Вот это пойдет в швейну. Да. Так, 700. Мало 700. 700. То есть, например, вот у нас уже готова стенка включен коллайдеров, мы объект не видим, но мы можем видеть только его коллайдер. Так, чуть-чуть сюда. Сейчас посчитаем внутри, как это выглядит. Рукоплей. Справить сцену. Справить проект. Запускаем. И вот у нас появилась стена. Причем все это выглядит очень прикольно. В стену ее уперся. Вот показываю. Жму, жму, уперся в стену. Так, стена у нас тут пропускает нас. Здесь уперся в нее. И вот таким образом можно создавать коллизии. В коллизии есть бокс, сфера. Меш. Меш. Это если у вас он соответствует размерам. Но это пока не исправлено при импорте. Не знаю. У меня не получается. Может у кого-то получится. Отпишитесь. Характер это создание персонажа. И цилиндра тоже помогает при создании персонажа. Таким образом мы создали модели. Создали коллизии. Коллизии с горем пополам. Но они все-таки создались у нас. Вот коллизии по мыши, например, у камнями нормальные. Авторы разрабатывают модели на Максе. Может с Макса импорт происходит лучше, чем с Майя и Блендера. Может я что-то упускаю. Так. Ну ладно, например, деревья используют обычные цилиндры. Так, у нас город будущего. Это типа планета будет. Мы посмотрим. Похоже на очень странную планету. Да. Ну вот коллизия камней. У нас есть объекты, которые авторы. Вот это статический объект мы добавляли. Так. Эти вниз. Не тонкие. Тут нормально. Ну вот пример на стене. То есть он нормально срабатывает. Всем спасибо за внимание. В следующем занятии мы, наверное, будем уже рассматривать эффекты частиц. Кризис. Потому что мы рассмотрели частицы. А потом доберемся медленно, наверное, до анимации. Анимации начнем простые. Открытие-закрытие. А потом добавим персонажа. Как автор завещал, как говорится. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Следите за обновлениями. До связи. До свидания. До свидания. Продолжение следует...